А я не знаю, это чуть-чуть интуитивно, понимаешь? А я вам хочу сказать, что решение, я посвящу вам наш разговор, вот о чем. Здесь в данном случае присутствует уникальное сборище пяти директоров русского культурного центра, что на самом деле действительно удивительно, практически с момента его основания. Русский культурный центр очень долгие годы, с 88-го года, был площадкой, где встречались русские литовщие, русские интеллектуалы, литовские интеллектуалы, не только, российские войскники. Это было место очень-очень, так сказать, прикормленное, что называется, и всем там было хорошо. Не только потому, что там были выставки, но там были беседы, дискуссии, ругались мы, да-да-да, почти до крови. Наверное, нам не хватает какой-то такой площадки, такого какого-то места. И не знаю, Паша, как университет, я вижу, там мы устали, мы устали пятницах, но надо найти какую-то площадку, где мы могли бы вот так поговорить. Мы затронули сегодня только очень небольшую часть проблем, и почему-то наехал на департамент в Миншесе, вообще не поняла бедный департамент. И совет, кстати, здесь у нас есть представители департамента, и совет. Понимаете, департамент в Миншесе собираться, действительно, может быть, не стоит там у них своя, как сказать, эта платформа, там у них собираются другие. Но я думаю, что на самом деле у нас есть, я вот уже сейчас чувствую, есть о чем поговорить в следующий раз. Совсем не обязательно это будет проблема русского языка, это могут быть проблемы школ. И еще я хочу сказать еще такую вещь. Я уже сказал, что мы не протестуем против дня, который происходит вот 10 июня. Я категорически всегда запрещаю своим журналистам и прошу моих родственников не называть это днем русской культуры, как это называется. Никакого отношения к русской культуре этот праздник не имеет. Я на нем была один раз, больше туда не пойду. Но людям он нравится, людям там хорошо. Мы не имеем права его, что называется, там, ну, публичных лимит. Потому что пока люди туда ходят, пока не читают наши безобразные русские газеты, пока не смотрят эти каналы, они имеют на это право, мы живем в демократическом государстве, запрещать ничего не дают. Вот такая моя история. Я только вопрос наденаю.